Его талант поражает, а игра на скрипке очаровывает. Виртуозный скрипач, лауреат международных конкурсов, импровизатор, полистилист. Андрей Чистюков выступил в Северодвинске. Московский музыкант принял участие в творческом проекте третьей детской музыкальной школы «Искусство вне времени и границ». Он играл для президента России и Казахстана. Этот концерт посвятил северодвинцам. В городе Корабелов скрипач Андрей Чистюков не в первый раз. Он выступал в составе других ансамблей, но впервые в амплуа солиста. Программа такая разнообразная. Я ее назвал «Бах, Моцарт, Парадокс». Почему парадокс? Потому что стили разные, но идея одна и та же. Бах, Моцарт, Паганини и другие классические композиторы – преемники одной великой идеи – идеи античности. Эту мысль музыкант воплощает в жизнь на сцене, чтобы люди услышали акустические возможности скрипки без микрофонов. Скрипачка Варвара Кармановская и концертмейстер Наталья Кереченко сыграли в тандеме с артистом такой величины. Сегодня привлечаю прямое участие в этом концерте, потому что с Андреем мы знакомы. Лично года три назад мы, наверное, познакомились вместе на Музыкальной Академии в Москве. Скрипачки такого уровня, музыканты должны приезжать в город, потому что очень мало таких музыкантов, которые рады приехать, сыграют концерты. То, что такой человек, такой артист мирового уровня музыкант, он еще и не ограничивается только концертным выступлением, а еще и готов поделиться какими-то своими знаниями с нашими учащимися, то это, конечно, большая удача. От народной музыки и джаза до классики. Музыкальный вечер Андрея Чистякова прошел в рамках проекта третьей детской музыкальной школы «Искусство вне времени и границ». Концерт мне очень понравится. Я сама играю на фротопиано, и сейчас мне кажется, что скрипка – это тоже очень хороший музыкальный инструмент. И вот после того, как слушаешь этого скрипача, просто хочется идти играть. Творческим опытом скрипач-виртуоз поделился на мастер-классе с воспитанниками музыкальной школы. Капсула времени в несколько миллионов лет. В Архангельске открылась выставка «Доисторические насекомые в янтаре». По всему периметру зала стеклянные пирамиды с точечной подсветкой и целой системой линз. Ведь экспонаты так малы, что без лупы вряд ли их можно рассмотреть. Инклюзы – так называются живые организмы, навечно застывшие в янтаре. Они обладают огромной ценностью не только для ювелиров, но и для ученых. Даже одного маленького пузырька воздуха, замурованного в камне, достаточно, чтобы с точностью определить состав воздуха и воды, которые были миллионы лет назад. Интересно, особенно для школьников, ну и, наверное, для дошкольников тоже, вот, собственно, почему мы с ребенком решили прийти. Вот, рассматриваем, знакомимся. Понравилось еще то, что можно залезть тут везде, поползать, все посмотреть, все очень доступно. По мнению организаторов, выставку правильнее было бы назвать не насекомые, а членистоногие в янтаре, так как среди экспонатов встречаются и паукообразные, и многоножки. Ко мне в Архангельск приехало более 30-ти. Им около 50 миллионов лет. Выставка будет работать в гостиных дворах два месяца.